Дорогие друзья, слушатели и зрители, доброе утро. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». Для вас телевизионный канал НВК «Сахай» и радиоволна, республиканская радиоволна. У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, режиссёры Марии Новгородовой Екатерина Голикова, а в студии моя соведущая, моя любимая, организатор детского подросткового центра города Якутска Антонина Титова-Терютина. Антонина, доброе утро. Доброе утро. Спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня быть в нашей студии и взяли в свои руки штурвал сегодняшнего эфира. Я буду сегодня вашей соведущей. И ваша первая гостья – это ваша коллега, старший методист детского подросткового центра города Якутска Мария Козагарова. Мария, доброе утро. Здравствуйте. Наш эфир выходит в преддверии 8 марта, в общем-то весной, да, в преддверии весны. Весна только-только набирает обороты, хотя по погоде это практически незаметно, но всё же весна не за горами, наша Якутская. И весна, 8 марта, значит, говорить мы будем о женщинах, о тех, кто делает мир красивее, о нас и желании. Иногда в этом женщине помогает её профессия. И тема сегодняшнего эфира – женщины в профессии. И вот передаю вам слово и буду иногда присоединяться. И в первую очередь, конечно, от имени коллектива детского подросткового центра мы хотели бы поздравить прекрасную половину человечества с наступающим международным женским днём. Поздравить наших социальных партнёров, сотрудников Якутской республиканской клинической больницы и своих коллег с этим наступающим праздником. Ну и сегодня, как Светлана сказала, мы поговорим о женщинах в профессиях. И первая гостья наша – это старший методист детско-подросткового центра. И человек, который, собственно, занимается в том числе и профориентационной работой. Но насколько это важно, Мария Борисовна? Как вообще, в каком возрасте можно определиться с профессией? И кто в этом может помочь? Ну, вообще-таки этот вопрос очень широкий, да, в него можно очень углубляться. Но я думаю, что, чтобы правильно выбрать профессию, конечно, надо начинать, ну, говорят, родился родитель. Он уже своим поведением, своим настроением, своим подходом уже показывает первые, ну, как бы показывает пример тех или иных профессий, да. Ну, я, например, как мама, как педагог считаю, что всё-таки должна быть ранняя профориентация. То есть установка на получение профессии должно быть ранним. И вот в этом плане мы, как педагоги детского-подросткового центра одного из уникальных учреждений дополнительного образования города Якутска, который работает по месту жительства, мы вовлекаем детей, их родителей в профориентационную деятельность, проводя различные мероприятия, организуя профориентационные события. Я хочу добавить, что в этом году вот впервые, наверное, в работе именно по профориентационной направленности впервые были проведены мероприятия с дошколятами. То есть мы говорим о ранней профориентационной работе. Да, наше учреждение ещё интересно тем, что с каждым годом у нас идёт работа по расширению. Если у нас профориентационная работа была с детьми среднего, младшего, среднего, старшего школьного возраста, в этом году мы вовлекли детей дошкольного возраста, то есть детей от трёх лет и прямо до школы. И вот здесь я хочу попросить включить первый ролик. И на этом ролике мы собрали интересные материалы с мероприятий, которые проводились у нас в детском подростковом центре. Да. Если говорить, вот показывают мероприятия с детьми старшего школьного возраста, это ежегодный традиционный профориентационный конкурс «Выбор проф. Якутск», который реализуется в рамках городского сетевого проекта с этим же названием при поддержке высших учебных заведений города Якутска. А вот пошли видео уже с дошколятами. А вот здесь как раз-таки мы видим очень умилительные кадры, где дети, начиная с трёхлетнего возраста, читают стихотворения, то есть погружаются в мир профессии, одевают интересные костюмы, у них атрибуты такие яркие, да, у них оборудование. И они так творчески подошли, и они знакомятся. Вот это первое знакомство с миром профессии. Ну и помимо этого ещё проводился конкурс коллажей. То есть дети рисуют, моделируют и участвуют впервые в конкурсе, так скажем. Ну и очень интересным событием, которое прошло буквально на днях, это было событие, связанное с командной работой детей и родителей. Так интересно, я чуть-чуть вас перебью, что вот ребёнок может примерить одежду, да, вот профессии там вот пожарной, да? Да, пожарной. Даже ребёнок стоит в таком обмундировании. И профессию как бы потрогать, пощупать изнутри, это же вообще как здорово, да? Да, и ещё выучить стихотворение, красиво прочитать, и ещё поучаствовать в конкурсе. Это тоже дорогого стоит. Ну и, конечно, это для детей младшего школьного возраста это ознакомительное, да? А вот очень важно попробовать, пощупать эту профессию, да, изнутри понять. Для этого дети участвуют в профессиональных пробах, или, ну вот так скажем, экспресс-пробы, да, когда ребёнок приходит вместе с родителем на очень интересную оборудованную базу. Это может быть мастерская, цех, лаборатория, учреждения среднего специального образования. Это колледжи наши и техникумы. Ну, мне хочется поблагодарить, потому что вчера вот это событие произошло, да, и отметить, как интересно подготовились наши СПО, да, это технологический техникум сервиса имени Готовцева, якутский коммунально-строительный техникум, колледж технологии управления, колледж инфраструктурных технологий и якутский институт водного транспорта. И на базе вот этих учреждений семейные команды вместе с детьми и родителями прошли первые профессиональные пробы. И вот здесь я хочу попросить уже включить второй ролик, да, видео с этих проб, с этого фестиваля-конкурса. Да, и вот родители вместе с детьми впервые пробовали класть плитку. Пожарное... Поварское дело. Да. Пекли капкейки, кексы по компетенции хлебопечения. Пробовали себя... В кондитерском деле, да? Да, в кондитерском деле. Рестораны, сервис, как интересно. Для слушателей будем немножко рассказывать, что зрители видят. Да, судовождение. Ну вот на судовождении я была, сопровождала ребят. И там, что интересно, предлагается прямо вот попробовать провести судно. Ну вот на учебном таком тренажёре провести судно по реке. Прямо моделируется ситуация, да, и ребёнок, ну, чаще всего это отец, и они правильно проводят судно. А не бывает так, что ребёнок горел-горел этой профессией, потом изнутри посмотрел и как будто или немножко испугался, или разочаровался, или понял, что это не его, я не хочу, или наоборот у них интерес усиливается? Да, вот это как раз такой момент, да, когда дети приходят и понимают, что это его дело или нет. То есть в жизни не будет таких больших разочарований, когда он уже это испытал. В этой профессии уже придёт, попробует и скажет, ой, это же не моё. Да, а мы видим вот с годами команды, они очень такие, как сказать, настроенные, они вот пробуют то в одном деле себя, в другом. Ну, парикмахерское искусство приходит, приходит, допустим, ну, сухое строительство и так и далее. То есть методом пробуешь ошибок ищут себя, и что немаловажно, рядом родители. Ещё же может так быть, что ребёнок эту профессию почувствовал, да, и вот её узнал и как-то подумал, ну, нет, может быть, не сейчас, но потом он может к ней вернуться, уже понимая, куда он возвращается, да, через какое-то время. Вот я, например, в детстве точно знала, что я медиком не буду. Вот точно знала, потому что я боюсь вида крови. Представить себе, что я ставлю укол кому-то, это вообще, у меня просто руки, ноги дрожат. Ну, и сегодня мы от души хотели бы поздравить нашу любимую Наталью Николаевну Петрову. У неё сегодня день рождения, и это наш директор детского подросткового центра, человек, который очень много делает для развития дополнительного образования. И мы желаем вам, Наталья Николаевна, новых проектов, успехов, больших побед и благодарных учеников. Вот. И сегодня наша тема, как мы говорили в начале, женщины в профессиях. У нас сегодня будет три блока, в которых примут участие разные женщины, разного возраста, интересов, увлечений, но их объединяет всех профессия, профессия педагога. Часто мы говорим о том, что есть учителя, педагоги, преподаватели, многие как-то думают, что это синонимы. Ну вот, Мария Борисовна, как вы считаете, вот учитель, педагог, это одно и то же, или это что-то? Ну вот, знаете, учитель, педагог и преподаватель, вообще-таки в этом есть нюансы, да, надо в этом разобраться. Вот если по-простому сказать очень быстро, учитель — это человек, который профессионально учит детей. То есть человек, который имеет высшее или среднее образование, педагогическое, да, и он именно учит, воспитывает и развивает детей. Если говорить как преподаватель, преподаватель чаще всего работает со взрослыми, да, это могут быть студенты, это могут быть взрослые люди, он преподает, преподносит знания, да, это тоже человек, который закончил высшее учебное заведение, да, и чаще всего работает, ну, с теми людьми, которые уже мотивированы в этой профессии. А все эти люди, да, вот и учителя, и преподаватели, они относятся к педагогам, так же, как и педагоги дополнительного образования, как я, и воспитатели детских садов, тренеры, все мы педагоги. Это наша классная, любимая профессия, мы гордимся своим. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты и скоро вернемся, не теряйте нас, у нас еще два гостя впереди. Дорогие друзья, слушатели и зрители, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня». Вы можете к нам присоединиться по телефону 32 00 66 32 11 66. Тема эфира сегодня «Женщина в профессии», «Женщины в профессии», ведет эфир «Моя соведущая», организатор детского подросткового центра города Якутска Антонина Титова-Терютина. Антонина, вам слово, и вы сейчас, я думаю, представите своих гостей. Да, я сейчас с удовольствием представляю нашу гостью Светлана Игоревна Муратова. Известный человек в спортивных, волейбольных кругах. Сегодня она является тренером преподавателя детско-юношеской спортивной школы номер 5. Так очень просто от души люблю, Светлана, тебя очень уважаю за твою огромную любовь к волейболу, за то, что ты двигаешь волейбол и развиваешь его, и вкладываешь все свои силы. И, знаете... Светлана, очень приятный человек, я вот в фойе встретилась сейчас перед эфиром, и прямо такая улыбка у вас, такая энергетика, я думаю, наверное, дело в том, что человек занимается спортом, постоянно в движении, легкий. Да, и вообще я хочу сказать, что профессия учителя, педагога, она появилась, наверное, с зарождением человечества, потому что появилась необходимость передавать знания от тех, кто умеет, тем, кто не умеет. Например, повар передавал знания и свои, следующему поколению поваров. И вот в этом смысле работа тренера, она же такая. Чему ты сама научилась, чего сама достигла, ты передаёшь своим воспитанникам. Вот со скольки лет, Свет, ты сама начала заниматься волейболом? Добрый день, уважаемые родители-слушатели. Спасибо большое за прекрасные слова в мой адрес. Очень приятно. И зрителям есть тоже. Да, и зрителям большое спасибо за то, что смотрите нас, за то, что слушаете, болеете за волейбол. Но с детства я, конечно, не планировала быть какой-то там волейболисткой, или быть тренером, преподавать волейбол. Нет, ну, у меня, как всегда в советское время, было бы, хочу быть воспитателем. Конечно, уже потом, когда постарше стала, должна была, хотела быть экономистом. У меня мама экономиста. В принципе, я и закончила банковское дело, и своё, когда спортом закончила, заниматься, работала в банковской сфере. Только потом уже перешла на тренерскую работу. А волейболом я стала заниматься в 13 лет, после плавания. Ну, вот, да, вот фотографии, шикарные фотографии, которые Светлана предоставила, вот это её стихия, и прямо видно, что человек на месте, потому что... С удовольствием, да. Да, столько радости, счастья, вот. И, Свет, ну, я вот очень давно тебя знаю, но я узнала, что, оказывается, Светлана, она не местная. Я всегда читала, это наша якутянка. История, которую ты мне рассказала, она меня просто потрясла. И я думаю, что поделись, пожалуйста, потому что таким же потрясением, удивлением станет и для всех тех, кто тебя знает. Ну, когда я стала заниматься волейболом в 13 лет, у нас... Я самородом из Казахстана. Это на Каспийском море, где летом под плюс 50. Вот представьте, да? Ну, я там занималась, у нас появилась в городе профессиональная команда, меня туда пригласили, я стала играть, и потихоньку, потихоньку, получается, я с 13 лет переезжала из города в город. И до того момента, как я попала в город Якутск, я играла в Красноярске. Там у нас были соревнования, и тренер сборной команды «Якутяночка», которая здесь была, Толмач Наталья Ивановна, она меня приметила и пригласила. На что я быстро согласилась, почему не знаю, но вот мне захотелось каких-то перемен, хотя я не знала, где это город Якутск, что это такое, что тут из себя это представляет. Поэтому я так быстро согласилась и переехала практически, ну, вот за три дня. И оказалась здесь. Маме позвонила через, наверное, неделю. Мама не поверила, побежала смотреть на карте, и первый вопрос был, метро у вас есть? Плюс 50 и минус 50, там приехали, контраст. Света точно так же сказала, из плюс 50 попала в минус 50. И, конечно, мы сегодня с огромной любовью хотим поздравить с юбилейным днём рождения тренера, вот моя любимая просто Антонина Николаевна Дейко, и, конечно, Наташу Толмач в девичестве. Ой, это было. Наталья Ивановна. Наталья Ивановна Толмач. И она вообще по образованию инженер-строитель, между прочим, на минуточку, да, окончила Якутский государственный университет, и, но всю жизнь после окончания университета она занимается тренерской работой. И вот, Свет, в Сахаву как попало. Теперь переходим на Сахаву. Это общественная организация, которая в этом году исполняется 30 лет. И я вот журнал, пожалуйста, покажите. Я хочу показать фотографию. Это фото из съёмок, видно, не видно, я не знаю, так, может, так подняется. Так лучше. Вот Светлана. И прямо очень мне эта фотография нравится. И в этом журнале, это журнал называется «Сахава-25», в этом году 30, 5 лет назад выпустили такой замечательный журнал. Вот. О клубах, о том, как зарождалась общественная организация. Светлана, как ты в Сахаву попала? Ну, когда закончилась моя профессиональная карьера, я осталась в Якутске по семейным, скажем так, замуж вышла здесь. Осталась, начала играть за город Якутск в команде. Потом, когда образовалась вот действительно Сахава, у нас клуб образовался, Сбербанк. И мы своим клубом, ну, нас пригласили в Сахава, и мы там участвовали постоянно. Ну, мне очень нравилось, было очень интересно, азартные игры такие. Каждые выходные, суббота, воскресенье, с утра до вечера сидишь. Видим нас с вашими фотками, да? Да. Там сидишь каждые выходные. Выезды, фестивали. Выезды, фестивали. Очень интересно проходят фестивали. Каждый, получается, каждый год фестивали проходят в разных местах и всё время на природе. Не только мы волейбол там играем какой-то. У нас ещё иногда там между командами эстафеты происходят. Прям все собираются, мы там и бегаем, и прыгаем в длину, и кидаем какие-то вот предметы там. Ну, интересно. Конкурсы проходят там, облагораживание своей территории, музыкальный конкурс. Палаточный городок. Да. Ну, Сахава не просто волейбол играет. Мы ещё развиваем всё остальное. А название само это как? Это Саха, Волейбольная ассоциация. Понятно. Вообще, изначально оно до сих пор называется общественная организация любителей волейбола. Волейбола, да. Где есть женщины из разных вообще профессий абсолютно, да? Это вообще, вот, и есть разного возраста, потому что в одном клубе есть четыре команды, основных, а там ещё у нас появились 60+, и так далее, да? Ну, у нас, да, категория до 30, с 30, там до 40, с 40 до 50, с 50 до 60 и 60 плюс идёт. Надо же, как здорово. Да, да. У нас вот сейчас остаётся 30 секунд до конца этого блока, и слушатели и зрители, обязательно дождитесь нас. Мы в 10.43 снова будем в эфире, и у нас будет в гости женщина-полковника Светлане. Спасибо за интересный рассказ. Спасибо большое, что... Да, скоро вернёмся, не теряйте. Якутск. Сегодня. Жизнь столицы. Слушай и смотри. Мы снова в эфире, дорогие слушатели и зрители. Вашему вниманию программа Якутск. Сегодня. И в нашей студии по-прежнему моя соведущая Антонина Титова-Терюкина. И её третья гостья – это Александра Иванова, настоящий полковник. Я прям даже не могу увязать столько вас женственности, и как вы в такой профессии состоялись. Но ещё я больше удивлена, что это не единственная ваша профессия. У вас их 9. 9 дипломов. Такой-то человек, абсолютный уникум. Человек-оркестр профессии. И передаю слово Антонине, и буду с интересом слушать о вашей судьбе. Спасибо. С прекрасным весенним днём, дорогие слушатели. Очень рада оказаться. Спасибо за приглашение. Вам спасибо, что вы в это утро вместе с нами. Вот. И я хочу сказать, что Александра не только полковник милиции в отставке, да, собственно, ещё и кандидат юридических наук, она доцент, коуч, она автор рассказов, многих статей, которые печатаются в разных изданиях, и в очень интересных и известных изданиях, да, в журналах. И расскажи, вот, вообще, вот, конечно, тот разговор я хочу продолжить, который у нас вот в перерыве произошёл. Светлана задавала вопрос по поводу, ну, полковник милиции в отставке. И ещё и психолог. Мы выяснили, да. Да, он буквально до дня. Совсем горяченький, свеженький диплом. Ещё даже дипломы не получили, защитились целой группой. Вот, сдали госэкзамен, защитили диплом по психологии. Это вот очередное такое направление, которое оформилось сперва на практике, а потом уже, ну, я почувствовала, что каких... Обычно как это происходит, да, вот почему 9 дипломов, хочу рассказать. Потому что вот занимаешься чем-то, что тебе нравится, но понимаешь, что тебе не хватает каких-то там знаний, умений, навыков. И двигаешься в ту сторону, где ты можешь их набрать. То есть это может быть какое-то образование вот дополнительное. И мне сейчас вот очень хочется поделиться вот этим, чтобы люди хорошо осознали, что у нас возможностей так много, вот в такое прекрасное время мы живём. И вот целая концепция нашего образования российского – это непрерывное образование. То есть если раньше человек профессию одну на всю жизнь получил, да, то есть образование на всю жизнь, ты выучился и работаешь. Даже такой идеал был в трудовой книжке, одна запись. Поступил на работу и уволился уже на пенсию, да. Так вот это было нормой. Сейчас, поскольку жизнь меняется так быстро, так вообще динамично всё, то у нас меняется вот абсолютно всё, в том числе и система образования. Она развивается, становится всё более такой универсальной, удобной для каждого человека, чтобы не было вот таких вот тупиков, да, в его развитии потенциала, вот одну профессию на всю жизнь. Сейчас у нас столько возможностей, столько уровней образования, да, и формальное, неформальное образование. Ты можешь дополнительное какое-то получить, ты можешь вообще переучиться. И здесь… Кстати, интересно, вы говорите, потому что я слышала, что сейчас даже вот для молодёжи, да, у них вот их не просят одно какое-то направление выбрать, они могут в параллель учиться сразу нескольким профессиям, и они так о себе и заявляют, что вот я хочу быть вот в этой профессии, ещё вот это хочу узнать, ещё вот это, и всё, дорога открыта, только учись. Ещё плюс мобильно, да, это можно сделать. И вот этот бакалавриат и магистратуры, это тоже вот ступени очень удобные, да, то есть ты бакалавр можешь получить в одной профессии, да, в это время тебе уже там 20 лет, 22, допустим, ты понимаешь, что ты хочешь в другую сторону, ты спокойно переориентируешься, и в магистратуру идёшь уже, ну, с более осознанным… Рассекретили Гленцевый ваш журнал, сейчас на фотографии. Да, один из популярных журналов республики. Ну, слушайте, да, идти вот по карьерной лестнице, вот по юридической, да, вот состояться как полковник, и ещё вот в процессе ещё получать какие-то другие дополнительные знания, мне кажется, это как-то очень уникально. На самом деле эти возможности у каждого есть. Если просто к этому присмотреться, да, допустим, вот кто служит, у них есть возможность поступать в адвенктуру, больше того туда приглашают, это просто нужно внутреннее желание и решимость. Всегда есть возможность учиться. Вот у меня всё равно внутри у меня вопрос. Да. Вот зачем столько профессий? Ну, то есть я просто понимаю, что я вижу так. Ну, и большинство, наверное, слушателей, зрителей, да, например. Вот я педагог, но я должна пройти там, проработать, достичь в этой профессии каких-то определённых уровней, да, то есть там стать заслуженным учителем или ещё что-то, да. Но если профессий много, не получится ли так, что ты просто раскидаешься чуть-чуть здесь, чуть-чуть тут, чуть-чуть там? Так не может получиться. Хороший вопрос, зачем, правда? Вообще, конечно, такое может быть, но, вы знаете, большинство современных людей, они такие многовекторные, то есть людям нравится и то, и это, да, и много способностей, потому что всё-таки мы живём во время благополучное, с детьми занимаются, да, и у ребёнка развиваются разные стороны его личности. И человеку нравится много направлений. На самом деле есть определённая сложность с этим, когда у человека много талантов. А у большинства из нас много талантов, это правда. И вот моё убеждение какое, где бы ты ни учился, это всё потом аккумулируется в какое-то направление. Ну, во всяком случае, у меня. Скажи, вот на фотографии, Александра, это ты с кем? Это мой дядя, это моя была прям самая первая такая детская мечта стать врачом. И она не реализовалась, вот прям буквально, да, но поскольку я сейчас занимаюсь психологией, коучингом, это тоже определённое такое целительство, которое помогает людям разбираться с теми нерабочими какими-то сценариями, болезненными, можно сказать, даже, которые есть. Но вот именно в медицине я не пошла работать, потому что там вот может быть как раз то, что постоянно идёшь в одной... А вот как раз мы видим, да, что вы там примерили халатик, вот в профессии изнутри, вот посмотрите, чем вы занимаетесь в вашем центре. И вот тогда вы, наверное, уже и поняли, что... Нет, я до последнего, до окончания школы, думала всё-таки пойти учиться. У меня и мама, и папа врачи, и поэтому вот я как-то внутри этой профессии выросла, ну, как раньше на дежурство детей брали и так далее. Ну, как тебя в подкомнике-то занесло, скажи, пожалуйста. Ну, это была ещё одна мечта. То есть, ну, у ребёнка же много обычно желаний есть, там, стать балериной. Вот в моём случае там балерина — это ещё где-то в потенциале, да? С возрастом, да? Сейчас, кстати, для возрастных людей, прервусь, это сейчас только возможности. Это и предпенсионное переобучение, это же всё бесплатно. Государство такие возможности даёт реализовать все свои мечты. Вот я считаю, мечта — это воспоминания о будущем. Просто так они не возникают. Это всё-таки какой-то отклик души на те способности, которые у тебя есть. И если такая мечта у человека была, или она, ну, где-то, может быть, ещё существует, значит, для этого есть все способности у человека. Ну вот я, например, мечтала в детстве стать балериной. Я грезила. Я, наверное, единственный ребёнок из семьи, до которого включали по телевизору балет, да, выступление моей плесецкой там. Я собирала вырезки из газет, из журналов и так далее. И в шесть лет я прошла конкурс и должна была ехать учиться в балетное училище, да, в Улан-Урды. Но мама посмотрела на меня и сказала, «Ой, ты такая маленькая, как я тебя отпущу?» И меня не отпустили. Вот эта мечта, она осталась мечтой. И, ну, понятно, что... А ведь как бы вам пошло вот это? Потому что у вас такое изящество, вот такие воздвижения, да, вот всё как-то... Зато я пошла в спортивную гимнастику. То есть вот этот мышечный интеллект, да, физический интеллект, тело, он всё равно нашёл свою реализацию. Но опять же не поздно, может, мы соберёмся, да и пойдём на танцы. Сейчас ведь столько школ, да, разных... Мечта-то похожа. Прекрасных, да, возможностей заниматься, и возрастные ансамбли у нас в Якутии есть, ну, просто вот замечательные. Я восхищаюсь женщинами за 80, и они танцуют. В общем, у нас ещё всё впереди. Спасибо. Даже за 80? Да, у нас есть такой ансамбль, Сычай называется, там люди старше, по-моему, 50 или 60 только собираются, и солисткам там был больше 80 лет. А ансамбль уже 15, но, соответственно, им уже ближе, наверное, к 90 идёт. Надо же. Да, да. Сейчас ведь в России это направление очень активно идёт, да, и там модели олдушка есть такой, да, для женщин, ну, 50+, скажем так, да, и танцы, и всё, что хочешь. В общем, я считаю, что зрелость — это лучшая мораль. То есть жизнь только начинается, да, получается так. Да, да, это правда. Потому что ты социальные все обязанности выполнил, ну, как мама, как жена, как профессионал состоялся, да, как говорится, как налогоплательщик, ну, и всё, и наконец-то пришло время наслаждаться жизнью. Главное, чтобы здоровье только, да, не подводило. Да, да, конечно, это точно. И вот ты сейчас вот понимаешь, какая большая это ценность здоровья, особенно после всего, что мы пережили в прошлом году. И поэтому, ну, вот прошлый год, кстати, чем ты занималась, какая из профессий твоих включилась? Вот, прошлый год — это у меня была реализация мечты стать психологом, потому что как раз в университете, в нашем ВСФУ, спасибо, сделали акцию на дистанционное образование, поскольку, ну, все вынуждены были уйти в дистанционное образование, да, и именно поддержать людей в период пандемии была скидка на переподготовку, на обучение, и это была прям замечательная возможность, так что мы занимались делом, активно учились, да, проводили свои дипломные практические исследования, это были там тренинги, которые мы тоже осваивали дистанционно, то есть новые, ну, кризис — это же всегда новые возможности, да, поэтому время побыть наедине с собой, почитать, позаниматься, что-то понять, опять же, соблюсти границы личные, развести внутри семьи тоже, да, немножко сделать дистанцию. Это было очень полезное время, одно из, наверное, самых таких удивительных и полезных периодов в моей жизни на самом деле. Вот немало людей говорят именно так уже, когда все прошло, и страх вот этот чуть-чуть, да, такой рассеялся, все говорят, то здорово, что так было, и кто-то совсем поменял какие-то вот приоритеты. У нас остается вот буквально сколько, 30, да, секунд до конца эфира. Да, с наступающим праздником, вас, дорогие гости, всех женщин разных возрастов и разных профессий, с наступающим праздником 8 марта, любви всем желаю, здоровья и радости. Спасибо, присоединяюсь. А слушателям и зрителям спасибо за внимание, всем хорошего дня. Пусть потеплеет сегодня. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok